Оформление студии программы Новый день. Цветочная мастерская. Фрэш. Начнем как в песне. Я календарь переверну и снова 3 октября. Четверг. Новый день. Здравствуйте. Здравствуйте. В эфире программа Новый день. Запоздал и Шуфутинский, Евгений Зимник, Елена Мильвит, ты и Владимир Быстрых. Это я. Марджа-джа. Мы, конечно же, сегодня хотим вам рассказать о тех, чьи праздники мы сегодня можем отмечать. И я, пожалуй, начну первый. Сегодня, 3 октября, отмечается День Грибняка. Ура! Поздравляем всех грибняков с этим праздником. То есть они правильно сделали. Они собрали весь урожай, а потом решили отметить. Они уже, наверное, съели 50%. Ну, я вот из тех людей, которые когда собирают все, очень все быстро съедаю. Типа, потом разберемся как-нибудь. А ты хорошо разбираешься в грибах? Очень сильно. Да? Да. Поэтому Вова иногда ходит чуть-чуть веселее, чем обычно. Далее. Сегодня как раз-таки праздник, который связан напрямую с Днем Грибняка. День скромного смеха. Ребята, предлагаю отметить этот день, скромно посмеявшись по очереди. Владимир Сергеевич. Елена. Я не умею скромно смеяться. Давай как умеешь. Ой! Ух, напугал. В общем, стадии смеха, кстати, друзья, бывает несколько. Например, смех в себя. Вы о таком слышали? Я вот, например, нет. Только даже программа бы не узнала. Я не слышал. Да, вот, Женя изображает правильно, когда потрясываются плечи, так вот грудь немного, а такой еле-еле слышный смех. Вот бывает тихий смех после смеха в себя и ржач. Тоже в себя? У кого как получится. А я предлагаю вас с вот таких веселых тем перейти на более серьезные, ведь сегодня, 3 октября, отмечают те часы службы и опасные труда. День ОМОНа сегодня. Поздравляем всех, кто причастен. Да, искренне поздравляем, ребята. Вы делаете сложное дело, терпение вам, сил таких мужских хороших, крепких, праздников. Ну, а у нас по традиции сегодня в программе будет множество интересных рубрик. Но пока самая интересная рубрика всех времен и народов, по мнению Владимира Быстрых, ну и денек. Всем привет! Говорят, что осенью может напасть депрессия, сопровождающаяся стрессом, холодом, голодом и всем, что может навредить вашей психике. Да-да, и этому есть прямое подтверждение. В газетах от 3 октября я нашла несколько статей о том, что действительно люди испытывали стресс. В 1994 году в одной из газет есть статья о детском стрессе. В ней описано антистрессовое упражнение для ребенка от психолога. Вот его-то я вам и зачитаю. Первое. Убедись, что ты действительно расстроен. Второе. Внутренне улыбнись и скажи себе, что ты можешь успокоиться. Третье. Втягивай воздух сквозь воображаемое отверстие на подошвах твоих ног. Тут есть пометка. Если ребенок смеется от этого упражнения, это тоже хорошо. Главное продолжать. Если ваше чадо еще совсем малом, помогите ему с этими упражнениями. А если ребенок взрослый, то пускай сам практикует. Идем дальше. Четвертое. Прохладный воздух через ноги струится вверх к животу. Задерживайте вдох на несколько секунд, затем выдохни через отверстие на подошвах. Пятое. Закрой глаза и представь себя в уютном и спокойном месте. Насчет пятого пункта. Ребенок может представить, как играет с собакой, бегает во дворе. В общем, что-то приятное и отвлекающее, и пробуждающая радость. Психолог утверждает, что пяти минут такой практики хватит, чтобы ребенок успокоился. Надеюсь, вы записали все задачи. Кто еще подвержен стрессам и срыву? Прекрасная половина человечества. Не без этого. В 1998 году предусмотрели и создали специальную программу. В Иркутске и Улан-Удэ с осени в течение года пройдут семинары и тренинги для женщин. Гармония. Общественный проект США, направленный на американских и русских женщин. Разбирает такой проект женское лидерство, экономическую независимость, предпринимательство и другое. Ну еще бы. Когда женщина хочет доказать свое равноправие с мужчинами, приходится взваливать на свои плечи нехилый груз. А это удар по хрупкой психике. Вот тебе и помощь от специалистов. Ох уж эта борьба за равноправие полов. Надеюсь, в вашей семье все гармонично и осенняя хандра проходит мимо. Следите за своим состоянием, будьте эмоционально здоровы. Хорошего дня. Увидимся завтра. Ну а сейчас пробежимся по сфоткам новостей. Поклонники Мартина Скорсезо с нетерпением ждут премьеру его новой криминальной драмы «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях. Незадолго до премьеры того самого «Ирланда» появились кадры с главным героем картины, знаменитым гангстером Фрэнком Широном в исполнении Роберта Де Ниро. Он показан в разные моменты своей экранной биографии и все снимки объединяет глубокомысленная подпись «Многое может случиться в жизни». Подписчикам этот формат пришелся по душе и они стали предлагать свои варианты, которые демонстрируют путь знаменитых актеров и персонажей. Вот, допустим, так эволюционировал Аль Пачино. В этой интерпретации выглядит творческий путь Натали Портман. А так, картина Кристиана Бэйла. А вот такие стадии прошел Хоакин Феникс, прежде чем стать Джокером. Годы не считают никого, даже оскароносного Леонардо. Вот, посмотрите, какая карьера была у Уилла Смита. Это Роберт Паттисон, Росомаха и даже Капитан Америка. Сколько нужно превысить скорость, чтобы заплатить штраф в Европе? Итак, вот если посмотреть на картинку, видно, что в большинстве стран это примерно скорость 4-6 километров, где-то 10. И только в России 20 километров в час. Ну, какой русский не любит быстрой езды? И, наверное, разработчики-то понимали. А, пусть коты. Интересные новости. Спасибо, Женя, тебе. А сегодня к нам в гости придет парень, который не очень любит электронные гаджеты. И приютил у себя сотню книг. А вот и наш гость из Иркутска. Это автор проекта «Книжный приют». Евгений Гинтов, Женя, привет. Здравствуйте. Рады тебя здесь видеть. Давай сразу про твой проект поговорим. Что это за проект такой «Книжный приют»? Что он означает? Давай рассказывай. Ну, в общем, основали мы, я его основал в 2016 году. Все это переросло с простого сбора макулатуры. То есть, когда люди большим объемом сдавали макулатуру, и среди вот этого объема был, наверное, 50% этой книги. То есть, это там, бывало, даже попадалось, среди вот этой всей попсы книжной, попадалась литература, которая до революционных изданий, там, 19 века. С людьми знаками, да, вот в конце. Да. И, ну, вот возникла создать мысль «Книжный приют». То есть, начали откладывать 1, 2, 3 книги. И это сейчас все переросло в то, что на нашей территории сейчас 80 тысяч экземпляров. Ого. Летом, ну, вот, у нас впервые возникла идея с книжной экспедицией, и за лето, за две недели я развез 3200 экземпляров по сельским библиотекам, больницам. Ну, то есть, мы маленько делаем такую ротацию, чтобы книги не залеживались, а, ну, их читали в тех местах, где они востребованы. А вот идея вообще сама книжного приюта, она в чем заключается? Окей, у вас есть 80 тысяч экземпляров. Вы такая библиотека или в чем разница? Это, значит, изначально, ну, люди просто приносили, сдавали книги. Это в основном связано с переездами, когда люди уже в другой город. Вторая волна – это когда людям достаются в наследство квартиры, и молодое поколение не знает, что делать с этим объемом книг, большим объемом книг, который досталось от старшего поколения. Сами знаете, что бабушки и дедушки у нас собирали просто огромные библиотеки. И цель в том, чтобы дать книге, ну, вторую возможность. Вторую жизнь? Вторую, третью, четвертую жизнь. Правда, мне сказал Юрий Норштейн, когда у нас была награда в Санкт-Петербурге. У нас в мае буквально, ну, вот эти слова. Ты получил какую-то награду в Санкт-Петербурге? Да, вот в мае пригласили, была премия «Книжный червь». Название такое, весело. Правда, я никуда не номинировался, про меня узнали, пригласили. Подали заявку, да, как-то? За меня. За тебя. И, ну, выиграли. Я первый, кто за пределами Москвы и Санкт-Петербурга получил эту премию. Мы слышали, что тебя штрафовали на 6 тысяч рублей за содержание периода. Расскажи об этом поподробнее. Поступило заявление в КУМИ, Комитет по управлению муниципальным имуществом в городе Иркутске. И, то есть, эти все документы, я так понимаю, были переданы в Росреестр. Там со мной на контакт никак не вышли. То есть, должна была какая-то беседа пройти, чтобы я рассказал, что за проект. Ну, в общем, оштрафовали, списали 6 тысяч рублей с личного счета и потерялись. То есть, потом, правда, мы... Кстати, вы первые, кому я об этом расскажу. Мы выиграли два суда. Об этом я еще в соцсетях не рассказывал. То есть, первый суд у нас был Куйбышевский. Там суд оказался на нашей стороне. То есть, мы смогли суду рассказать, зачем этот проект делается. Какие у него цели. Да, его пользы. И, правда, они подали апелляцию Росреестр. Ну, и областной суд мы опять выигрываем. Сейчас будем возвращать деньги, ну, и потратим их на какое-нибудь благое дело. То есть, там есть заинтересованное какое-то лицо, которое все это дело продавливает? Возможно. Не буду, как бы, ни на кого грешить. Может быть, книжку у кого-то не взяли? Кому-то этот проект помешал. Там, наверное, магазин, где продавались электронные гаджеты рядом по соседству. А тут бумажный вариант, такие, не-не-не, не надо. А 80 тысяч книг, сколько это по квадратным метрам? У меня в центре города 4 сотки, и 90% территории занят. То есть, 400, ну, там, грубо говоря. 400 квадратных. 350, да, да. Смотри, вот содержание книг, да, то есть, в библиотеках, там все равно есть какие-то свои условия. Все-таки, ну, я не знаю, меня сейчас, наверное, придадут анафемы, я скажу, что книги – это пылесборники, но, выражаясь бытовым языком, это так и есть. Как ты вот за ними ухаживаешь? Там, как ты специальные условия создаешь? Свет-то, я не знаю, там, с пыльничком ходишь, их сдуваешь? Как это происходит? Дело в том, что помещения у нас нету, оно, все эти книги хранятся в контейнерах, мы специальные покупали, 20-тонные. Даже купили как-то бывший павильон, где продавали пиво, переделали его, заместо окон сделали стеллажи. Это у нас все в соцсетях можно посмотреть. И книжные боксы я строю. То есть, каждый бокс – это определенная тематика. Ну, мы стараемся, чтобы у нас было по жанрам все. Расскажи, какие планы у вас на будущее? Что, куда движетесь? Что планируете? В идеале я хочу построить теплую читальню для людей, которые приходят. сделать арт-площадку для детей. Вот мы сейчас летом этим построили площадку 40 квадратов, типа такой веранды, для того, чтобы проводить бесплатные лекции для людей, шахматные турниры, интеллектуальные игры, лекции читать, кино смотреть, ну, что-то вот такое. И в идеале, как я это все вижу, первый этаж читальня с арт-площадкой, второй этаж хотелось бы сделать бесплатный хостел для людей, которые путешествуют автостопом, потому что у меня к ним определенная, так сказать, любовь. Активный образ жизни. Да. Без единого выходного. Ну, если вот у вас такие планы, то финансовые составляющие я в этих планах не вижу, откуда планируете деньги брать? У нас все строится на мою зарплату, и люди помогают, кто-то оставляет символическую сумму за книги, кто-то сбрасывает на книгомобиль, мы второй год уже копим на грузовик, на трехтонник, для того, чтобы развозить книги не только по Иркутской области, а в другие регионы, ну, оставлять и в дар. Сколько осталось собрать вот на книгомобиль? Ну, мы собрали около 210 тысяч. А стоят? Ну, если бы, конечно, не стройки, мы бы уже давно собрали, а стоят, наверное, 700-800 тысяч. Ну, то есть еще собирать и собирать, друзья, давайте поможем. Евгений, расскажите, пожалуйста, в других городах появились ли какие-то единомышленники после того, как вот... Со мной на протяжении вот последних двух лет начали связываться с других регионов, когда я им рассказываю, что нужно для этого хотя бы изначально иметь и что им придется от чего отказаться, чтобы содержать этот проект. Все-таки, о, нет. Да, правильно. То есть 99% из этих людей, то есть, говорят, нет, мы не готовы. То есть, ну, это образ жизни. То есть, раньше, если я занимался, у меня там бизнес какой-то был сейчас, ну, львиную долю моего свободного времени, это книжный приют. А вы за какую-то помощь в администрацию обращались? В Иркутск. В плане помощи только когда нас оштрафовали. Для того, чтобы они нам помогли сделать культурное развитие на мой участок. Ну, мы как бы получили. Получили помощь. Да, и нас везде одобрили, сказали, что поддержат. Но, опять же, у нас получается, что город делится на две составляющие. Одна часть помогает, а другая часть мы им мешаем. Ну, вот, надеюсь, что у нас участок этот не отберут, хотя уже, как бы, намеки были, потому что он находится в центре города, место хорошее. Ну, надеюсь, что мы там будем, наоборот, разрастаться. Евгений, спасибо вам большое. Я надеюсь, что у вас обязательно все будет расти, развиваться. Мы желаем вам только удачи. У нас в гостях был Евгений Гинтов, автор проекта «Книжный период». Спасибо вам большое. Как-то на нашей странице в Инстаграм мы опубликовали пост, что скоро будут штрафовать за ложный вызов скорой к себе домой. Да, и у нас есть несколько комментариев на эту тему. Вот я обложилась уже вся гаджетами. Да, простит меня, Женя Гинтов. Итак, друзья. Ты обложилась, а Вова облажался. Как сказать. А вот стоит волчать. Приведу пример. Вот нам пишет наш пользователь Танечка Забавчик. Простите, если я неправильно называла ваш никнейм. В пятницу мне весь день было плохо. Думала, что отравилась. Она была одна дома с маленьким ребенком, ребенку 8 месяцев. 8 месяцев вечером пришел муж, они вызвали скорую. В итоге скорая обвинила меня в том, что я просто так их вызвала. Отправили саму идти в поликлинику. И наша ангарчанка возмущается, что для меня это все было критично. По их мнению, это ложный вызов. Кто будет определять, когда нужно вызывать скорую, а когда можешь и сам справиться. Я не врач. Я не смогу определить. Но здесь действительно сложно не согласиться с девушкой, потому что действительно мы не медики, мы не знаем. Тоже тема для, может быть, нашей следующей передачи. Лежит в ядре человека, что с ним делать, кого вызывать. Пожарные, полиция, неотложка. Выездной. То самому. Выездной бар, возможно. Выездной бар, да. Чтобы продолжить. Ну, чтобы совсем весело было. А я предлагаю перейти дальше и хочу рассказать вам о том, что же ждет вас в нашей передаче. Что посмотреть на этой неделе, расскажет вам Вася Татаров. Ну что, ребятки, всем привет. На дворе у нас октябрь, третье число. Как обычно, в четверг мы все в ожидании новых кинопремьер. У нас на этой неделе их две, про которые, наверное, наиболее интересно расскажу я прямо сейчас. Одна очень громкая премьера, наверное, одна из самых ожидаемых картин в этом году. Поэтому присаживайтесь, усаживайтесь поудобнее. Берите в руки попкорн, берите чаек. Будем греться, смотреть. И я расскажу вам о фильмах, на которые стоит пойти на этой неделе. Уж на них точно. Всем привет. С вами Вася Татаров. Я это видел. Погнали. Итак, первая наша премьера, друзья, наверное, наиболее интересная, как я сказал об этом в самом начале. Это, наверное, самый принципиальный враг Бэтмена и самый главный преступник Готэм-Сити. Я сейчас говорю, естественно, про Джокера, про которого и так все прекрасно знают. И старшее поколение, и младшее поколение. Прямо сейчас, друзья, сольник бомбический. Драма, мелодрама, криминал. Все есть в этом фильме. Кстати, сегодня у нас есть необычный праздник, день скромного смеха, но в этом фильме смеха Джокера уж далеко будет нескромной. Подробности прямо сейчас. Режиссер данной картины Тот Филлипс расскажет нам историю самого, наверное, известного злодея, про которого уже снимали до этого разные фильмы. Но представим, Готэм-Сити, начало 80-х годов, комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его ходить с улыбкой на лице и всегда нести позитив людям, пытаясь в этот мир принести только хорошее и только радость. Артур, в общем-то, сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к такому выводу, что мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея от Джокера. В главной роли здесь Хоакин Феникс, который, наверное, известен всем по роли Гладиатор, который уже, я думаю, в то время заслужил свой Оскар. Я думаю, по данному фильму Хоакин точно номинировать как минимум должен. Из известных актеров здесь у нас Роберт Де Ниро, который играет самого Роберта Де Ниро, и Зази Битц. И необычный такой факт, что Босс хотели видеть на роль Джокера других актеров, например, таких как Ленардо Ди Каприо, также рассматривали актера Брэдли Купер, Джейк, Дженни Холл, Адам Драйвер, Джеймс Франко. Но, в общем-то, утвердили именно Хоакина Феникса, с чем я полностью согласен и разделяю их мнение. Я думал, что моя жизнь трагедия, но сейчас понял, что это комедия. Вторая наша премьера, друзья, это «Союз Китая и Америки». Анимационный мультфильм «Эверест» расскажет нам о самом непонятном существе, которое, возможно, существует, возможно, не существует, кто-то верит в него, кто-то не верит, друзья, это «Ейти». Там нам расскажут такую милую, красочную, красивую историю. Рейтинг фильма 5+. Поэтому можно спокойно пойти всей семьей в кино на него. Подробности прямо сейчас и отрывки из трейлеров, если вы его еще не видели. Поехали! Режиссерами выступили Джин Калтон и Тодд Вилдерман, которые нам говорят, что, поверьте, волшебство. Путешествие на самую высокую точку мира, что, может быть, круче, так решает Лу, главная героиня данного мультфильма, когда случайно находит огромное, но очень милое существо посреди шумного мегаполиса. Пусть их и преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато ее новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному Йети вернуться домой на тот самый Эверест. Ну что, друзья, два фильма нас ожидает на этой неделе. Не густо, но очень сочно. У нас есть фильм Джокер, у нас есть мультик Эверест. Что еще надо для счастья? Поэтому, друзья, всем пока. И напоминаю о том, что завтра, в пятницу, на странице Нового дня, если вы не подписаны, за ним подпишитесь, поставьте лайки, там будет проходить конкурс на подарок, на два билета в кино. Поэтому следим за информацией. В комментариях вам нужно угадать три фильма по эмодзи. Какие, узнаете завтра, в пятницу, на странице Инстаграма Нового дня. Друзья, всем пока. С вами был Вася Татаров, я это видел, как обычно. Увидимся на следующей неделе. Счастливо! В эфире рубрика «Акцентология» и вот у нас очередных три фразеологизма. Предлагаю вам поразмышлять немножко, ребята, и вы к нам присоединяйтесь. Пускать пыль в глаза, откуда появилось это выражение? Ваши посылки? Ну, я могу сразу предположить, из какого-то очень грязного места. Пыльного? Ну, да. Нет, я, знаешь, я хоть сейчас скажу, как я отвечал на экзамене по химии один раз. Так, ну, пускать пыль в глаза. Смотрите, значит, пускать, это что делать? Это когда мы, ну, это глагол, то есть это пускать. Пыль, это, ну, значит, ну, пыль, это которая появляется, когда грязи очень много. Ну, и в глаза тут как бы понятно все. Не знаешь, причем? Меня выгнали. Здесь немного непонятно, потому что изначально я думал всегда, что пускать пыль в глаза, это делать что-то заведомо лучше, чем на самом деле. Но, по идее, когда ты пускаешь пыль в глаза, ты, наоборот, ничего не видишь. В общем, Лена, мы без тебя не разберемся, рассказывай. В общем, значение такое, создавать о себе ложное впечатление. Вот эта фраза появилась еще в 16 веке. Все, наверное, слышали про калачные бои. И были нечестные бойцы, они брали с собой такой маленький мешочек с песком, и вот во время этой заварушки они так брали, и вот этот вот песок сыпали в глаза. Соответственно, соперник не видит, и были хорошие шансы на победу. Сирота Казанская. Все слышали? Я могу сказать только одно. Когда Воба у нас из холодильника подворовывает продукты, он смотрит на нас, как сирота Казанская. Как Шрек из Уль. И как ему отказать? Да, ну бери колбасу. Спасибо. Сегодня разрешили. Слишком быстро разрешил, он сейчас уйдет. Я уже хотел встать, у меня был порыв, если честно. Бежать за колбасой. А на самом деле это выражение появилось при Иване Грозном. Этот царь взял Казань и решил, что нужна ему поддержка в виде местной аристократии, и к нему приходили высокопоставленные чиновники татары. И просили его тайным всяких благ. И чтобы получить богатые подарки, многие, скажем так, излишне прибеднялись. Вот так вот. Притворяться, то есть сирота Казанская, значит, притвориться бедняку. Ну правильно. Филькина грамота. Я, кажется, знаю правильный ответ. Это свидетельство о свадьбе Филиппа Киркорова и Аллы Парисовны Пугачевой. То есть вообще сейчас уже бессмысленно. Ну да, она уже потеряла свое значение. Просто прикольно, что раньше во все времена какие-то фразеологизмы были связаны с именами. Но если бы в нашем современном мире было бы так же, было бы очень классно. Например? Ну, например, там... Вовкин аттестат. Да. Или там... Ну вообще с Вовкой очень много, я думаю, могло бы быть всяких штук. Но с этим нужно быть поаккуратнее. Да. Филькина грамота, кстати, тоже автор вот этого всего. Иван Грозный. Просто он сегодня сжет. Крыватыми фразами бросался. Царь так называл обличительные послания своего врага. Это был митрополит Филипп Колычев. Вот Филькина грамота, это немножко пренебрежительно. Ну, царь, он мог себе позволить. Я был на верном пути про Филиппа. Да, ты был очень на верном пути. А мы напоминаем, что у нас проходит конкурс «Золотая пара», в котором вы до сих пор можете принять участие. Если подадите заявку, присылайте ее к нам на почту. Утреннее шоу «Новый день» на телеканале «Актис» объявляет конкурс «Золотая пара», посвященный Дню мудрости и пожилого человека. Молодость, зелена, советское время. Он мужчина-стержень, она женщина-мечта. Вот так встретились и больше не расставались, несмотря на сложности в характерах и разные интересы. Если вы та пара, о которой можно так сказать, если вы пара, на которую равняются ваши дети, внуки и друзья, если вы те супруги, которые в браке больше 30 лет, то вы смело можете стать участником конкурса «Золотая пара». Отправляйте свою историю со свадебной фотографией на почту программы «Новый день». Не забудьте прикрепить фотографию свидетельства о заключении брака. Участников, которые пройдут кастинг, ждут интересные испытания, море подарков и положительных эмоций. Награждение пройдет в съемочном павильоне программы «Новый день» на телеканале «Актис». Остается буквально 4 дня до того момента, когда мы начнем разыгрывать билеты на концерт Егора Крида, друзья. И буквально год до самого концерта. Ну, не совсем год. 31 октября в Айсберге, это «Ледовый дворец в Иркутске» состоится этот концерт. Вы, кстати, выяснили, как его настоящая фамилия в прошлой программе. А сейчас я предлагаю все-таки угадать, сколько лет ему было, когда он занял седьмое место в российском списке «Форбс», как один из самых богатых российских знаменитостей. 23. Правильно. А сколько у него было денег? Сколько денег он заработал за год? 23 миллиона. 7 миллиардов. Чего? Ну, рублей. А валюта какая? Рублей. Рублей нет. Ну, последний, давайте, вариант. Давай. Подсказку дай. 100 миллионов рублей. У него было 4 миллиона долларов, он заработал их просто в 23 года, купил себе «Мерседес», который стоил 9 миллионов рублей, и, как он рассказывал, ребята, ну, я эту тачку за 2 месяца заработал. Поэтому, видимо, в шоу «Холостяк» было так много девчонок, желающих все-таки как-то покорить этого блондина. На самом деле, вот здесь можно заинтересоваться им, если вы из налоговой. Да, и можно провести аналогию. Так, подождите, у нас концерт скоро будет, давайте мы не будем призывать сюда налоговы и другие карательные органы. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нашему розыгрышу, оставляйте комментарии, Егор Крид ждет вас. Впереди вас ждет «Гороскоп», это была передача «Новый день», до новых встреч, пока-пока. Пока-пока. «Гороскоп» на 3 октября. Обин. Не останавливайтесь перед препятствиями и новыми высотами. Ваше упорство поможет справиться с любыми невзгодами. Телец. Вы будете способны на куда большее, чем вы думаете. Если иногда вставать с диванчика, можно добиться ого-го какого успеха. Близнецы. Даже если в середине дня будет казаться, что краски сгущаются, то в конце все разрешится очень даже благополучно. Рак. Вам нужно отвлечься от проблем. Но сами подумайте, когда вы печалитесь и переживаете, что-то меняется? Нет. Лев. Романтика, романтика и еще раз романтика. День пройдет, как вы уже поняли, незабываемо. Дева. Проснитесь и пойте. Задайте нужное настроение на целый день, и он будет шикарным. Все просто. Весы. Удача будет приставать к вам до тех пор, пока вы сами ее не пошлете. Но мы надеемся, вы не сделаете такой глупости. Скорпион. Вас ждет очень насыщенный событиями период, и копить неразрешенные дела – не лучшая затея. Стрелец. Не торопите события. Пусть этот день проходит как можно медленнее. Ведь случится столько крутых штук. Насладитесь моментом. Козирог. Вы будете опасны, словно атомный реактор. А с виду такие добряки. Водолей. Вы решили сполна насытиться всеми усладами этой жизни. Правильно решили. Рыбы. Настроение меняется со скоростью света. Хорошо, что амплитуда колеблется только от нормального до отличнейшего настроения. Редактор субтитров, в.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова